Ветер, клубы пыли и даже снег. В регионе резкое ухудшение погоды, о чем предупреждают о мячей. Из-за аномально холодной весны отопительный сезон снова продлевают. Каким районам вновь придется запустить котельные. Все об отдыхе. В Омске сегодня обсудят последние тренды туристического бизнеса и представят новые маршруты по региону. И до министерства на велосипеде. Должность обязывать быть и при параде периодически. Вот как с этой ситуацией справляетесь? Я бы сказала не периодически, а постоянно. Но часть гардероба у меня на работе, поэтому можно всегда прийти и переодеться. Что заставило омских чиновников крутить педали? Всего за несколько часов в регионе резко испортилась погода. В городе сильный шквалистый ветер и клубы пыли. А на севере области уже выпал снег. В Устешиме и Тибризе этим утром шли осадки. По прогнозам синоптиков стоит ждать дальнейшего усиления ветра до 24 метров в секунду со снегом и дождем. Жители региона просят быть внимательными. По возможности не находиться рядом с крупными рекламными конструкциями и зданиями. После обеда начнет холодать. По области ухудшения погодных условий прогнозируют в течение всего этого дня. И вот буквально только что стало известно, что синоптики направили рекомендации спасателям. В течение сегодняшнего дня через территорию Омской области проходит активный циклон. У нас усиливается ветер. На данный момент до 19-21 метров в секунду по южным районам. В связи с чем было дано штормовое предупреждение и разослано по схеме, который звучит так, что в ближайшие 2-3 часа 18 мая, сохранением ночи 19 мая, местами по Омской области ожидается очень сильный ветер. Порывами 21-26 метров в секунду. Штормовое предупреждение было разослано в органы власти и МЧС по Омской области и городу. Региональное правительство рекомендовало главам районов, где отключили отопление, возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения. Распоряжение поступило с учетом сложившихся погодных условий. По нормам отключение отопления возможно после того, как на улице установится среднесуточная температура, не менее плюс 8 градусов, продержится минимум 3 дня. Главы Азовского, Таврического, Черлакского, Тюкалинского, Марьяновского, Называевского, Любинского районов подтвердили, что в ближайшее время подключат батареи снова. В 13 муниципалитетах и в Омске топить не прекращали. 15 мая вице-губернатор Сергей Фролов сделал официальное заявление о том, что в городе продлен отопительный сезон минимум на 7 дней. Позже будут принимать решения, ориентируясь на погоду. В Омске сегодня открылся международный туристко-транспортный форум «Отдых Омск-2018». Он проходит в Конгресс-холле. В работе площадок принимает участие основатель Всероссийских туристских премий, маршрут года и Russian Event Awards Геннадий Шаталов. На форуме представляют направления и программы, разработанные муниципальными районами, а также существующий ассортимент маршрутов на Омском, Российском и Международном рынках турпредложений. Например, Азовский район предложил новую экскурсионную программу в поисках трусиного першка. Москаленский приглашает в тур на озеро Эбиты. Крутинский зовет на квест «Золотая рыбка». Посетителям ярмарки свои продукты представят ведущие туроператоры Омска. Турагенты, специалисты профильных вузов расскажут об образовании в этой сфере. В форуме также принимают участие специалисты по туристическому бизнесу из России и Республики Казахстан. Вход на все мероприятия бесплатный. Сегодня Международный день музеев, который по традиции плавно перетечет в ночь музеев. Ежегодная просветительская акция состоится в субботнюю ночь с 19 на 20 мая. Амичи смогут стать участниками исторического бала, увидеть цветение сакуры и прикоснуться к уникальной маске шамана из кунсткамеры. Флешмобы, квесты, мастер-классы и даже рок-концерт пройдут в Омске в рамках акции. Подробную афишу всех событий вы найдете на сайте 12 канала. В этом году в акции впервые примут участие сразу 12 омских музеев и впервые между ними будут курсировать специальные автобусы-шаттлы. Ночь музеев – это ежегодная международная акция, которая проводится с 1997 года. Первое такое мероприятие состоялось в Берлине. С тех пор каждый год миллионы музеев и арт-площадок открывают свои двери всем желающим бесплатно. Александр Бурков и Владимир Варнавский поблагодарили омских музейщиков за верность профессии. Первые лица региона поздравили специалистов с профессиональным праздником, пожелали им успехов и благополучия. Цитирую. В нашем регионе действует четыре десятка государственных и муниципальных музеев, а также множество школьных и ведомственных. У каждого своя история, собрание ценностей и своя неповторимая творческая атмосфера. Их двери всегда открыты. Поздравляем с профессиональным праздником сотрудников музеев. Спасибо за добросовестный труд и верность профессии. Конец цитаты. Сегодня журналистов наградили за помощь в организации президентских выборов. Около 80 представителей различных средств массовой информации, телеканалов, газет и информационных агентств получили грамоты и благодарности. Церемония прошла в региональном ЗАГСобрании. Самое большое количество наград вручили 12 каналу. Мы получили 16 благодарственных писем. Это была напряженная работа, это было очень сложно. Мы сутки просидели в пресс-центре, но это была только верхушка айсберга. Это было последнее напряжение сил, вот тот самый последний спорт. На самом деле напряженная работа длилась все время. Я считаю, что вот эта награда, которую нам сегодня вручили, она действительно достойна и показывает тот уровень напряжения, тот уровень затрат, который мы вложили в предвыборную эту кампанию, освещая ее и рассказывая нашим телезрителям. Председатель обл. избиркома Алексей Нестеренко отметил, что освещение президентской кампании проходило на профессиональном уровне. И без информационной поддержки избирательная комиссия не смогла бы реализовать большинство нововведений в законодательстве, которые были приняты буквально с колес. К примеру, то, что в этом году избиратели могли проголосовать не по прописке, а по месту нахождения. У нас только в Омской области порядка 57 тысяч избирателей смогли воспользоваться возможностью проголосовать по месту нахождения. Не только у себя на своем избирательном участке, но где бы они ни находились. 57 тысяч человек могли бы вообще быть лишены избирательного права. Если бы это правило просто было записано в законе и об этом бы не знали люди, оно просто не было бы реализовано. В преддверии школьных каникул Амичи массово жалуются в госжилинспекцию на состояние детских площадок. Во многих дворах игровые зоны в буквальном смысле поросли бурьяном. Качели и турники покосились и просто небезопасны. Для прогулки с ребенком многие родители вынуждены искать дворы получше. Денис Жарков пообщался со специалистами и выяснил, кто должен следить за детскими площадками. Двор большой, а вот детям здесь поиграть негде. Покрышки – последняя попытка жильцов самостоятельно облагородить детскую площадку. Вкопать в копали, а вот покрасить уже руки не дошли. Все равно большинство детей гуляет в соседнем дворе. Неоднократные обращения были в жилищную инспекцию, ну и так по компаниям управляющим. Ну, как видите, у нас площадка как была в ужасном состоянии для детей, так она и остается. Конечно, хотелось бы желать лучшего что-то, чтобы детям было где поиграть. Детей у нас очень много в городке. А играть им негде. Ни качель, ни песочницы, ничего толком у нас нет. Сегодня на площадке, как по заказу, и коммунальщики, и жилинспекция. Ведомство в течение недели проводило горячую линию по состоянию игровых зон. Поступило больше сотни звонков в основном о площадках, которые не входят в состав общего имущества и содержатся в неудовлетворительном состоянии. Вот и в этой площадке в 16-м военном городке после приватизации жилья нет собственника. Правда, коммунальщики хоть как-то ухаживают за ней, пусть это и не их территория. Мы идем людям навстречу, здесь собираем мусор, гребем, косим. Стараемся ремонтировать эти формы, хотя они требуют многие уже ликвидации, но тем не менее люди не хотят их убирать. Они хотят, наоборот, так как много детей, поставить новые формы. Пока новые формы появились лишь во дворе по соседству. Падрок однородного избранника, впрочем, новые качели-карусели сет в перемешку со старыми, опасными для жизни и здоровья, проблема та же. Хозяев у площадки нет. Еще одна жалоба в госжилинспекцию от жителей домов по улице Петра Ильичева. Старожилы надеются, что заброшенную хоккейную коробку приведут в порядок, снова начнут заливать каток на зиму и здесь будут играть их внуки. Данная коробка не входит в состав общего имущества ни одного из домов. И если мы открываем публичную кадастровую карту, у нее прям выделен отдельный земельный участок, который прописан под спортивное какое-то учреждение. Поэтому, соответственно, она в ведении вот этого учреждения. Если игровая зона осталась без хозяев или собственник про нее благополучно забыл, нужно обращаться в окружную администрацию. Или сразу писать мэру, советует начальник отдела госжилинспекции Геннадий Жойкин. Не обязательно требовать от мэра, чтобы это все привели в соответствие. Если собственники очень инициативные, в принципе, могут обратиться к мэру, отдайте к нам эту территорию, мы ее облагородим. Дом может себе позволить собрать определенную сумму денег, на этом месте установить очень хорошую стандартную площадку. Как я уже говорил, у нас есть порядка 15 гостов и стандартов, где очень хорошие, красивые, безопасные площадки можно установить на эту территорию. И дети ближайших домов будут с удовольствием там отдыхать и резвиться. Другое дело, что такой вариант многих не устроит в 16-м военном городке. Этот двор жильцы собирались благоустроить по программе «Комфортная городская среда». Но когда узнали, что им придется софинансировать работы, сразу отказались. Денис Жарков, Сергей Никифоров, 12 канал. Десятки амичей этим утром добирались до работы на велосипедах. Погода еще позволяла. Так горожане присоединились к всероссийской акции, которая предполагает, что люди на один день сменят автомобили на двухколесный транспорт. Крутить педали не только полезно, но и модно. В прошлом году к акции присоединились жители 35 регионов России. Пример коллегам показали руководители и топ-менеджеры более 200 компаний. Анна Кокорина сегодня добиралась на работу в компании известной омской чиновницы. На работу на велосипеде ежегодно к этой акции присоединяется больше 1 миллиона россиян. Отсутствие дождя и сильного ветра – отличный аргумент и для амичей. Благо, что и вдоль дороги на работу уложены тротуары. Так что путь будет вполне безопасным. Не будет в дороге и скучно. Попутчиками запросто может стать инженер телекоммуникационной компании, преподаватель вуза и даже заместитель министра культуры. На двухколесный транспорт Анна Статва пересаживается каждую весну. За лето наматывает больше полторы тысячи километров. Это только на работу. При этом легких путей чиновница не ищет. Я живу возле старого аэропорта. То есть если по прямой ехать через Ленинградский мост – это 7,5 километров. Это совсем немного. Если ехать через метромост, как я часто езжу, это чуть больше 10. Но на самом деле это немного совсем. Это 30-40 минут. И с учетом того, что на автомобиле ты едешь примерно столько же ввиду пробок, но приятнее проехаться на велосипеде. Должность обязывать быть и при параде периодически? Вот как с этой ситуацией справляетесь? Я бы сказала не периодически, а постоянно. Но часть гардероба у меня на работе, поэтому можно всегда прийти и переодеться. И ничего в этом страшного нет. Это даже очень удобно. У нас как минимум два начальника управления в министерстве. Они тоже ездят на работу на велосипеде. И пресс-секретарь у нас тоже есть на работу на велосипеде. Поэтому я надеюсь, что число коллег, которые пользуются этим видом транспорта, будет, конечно, увеличиваться. Сегодня во всем мире насчитывается более 1 миллиарда велосипедов. Это почти в три раза больше, чем количество всех автомобилей и мотоциклов. И если одни колеся по городским улицам заботятся о здоровье, другие убегают от кризиса финансового. Например, 3 миллиона англичан так экономят больше 30 фунтов стерлингов в неделю. Это почти 200 долларов в месяц. В России же велопоездки с каждым годом набирают популярность. При этом все чаще крутить педали россияне берутся не только летом, но и зимой. Велосипед – это стиль жизни на каждый сезон. Свой определенный велосипед. Летом – это, пожалуйста, спортивный шоссейный. Зимой – это фэтбайк или же горный велосипед. Зимняя резина также, как и на автомобиле ставится. Ну и, собственно, все. Специальная зимняя экипировка и в путь. Доказано, регулярные велопоездки укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают вес и понижают уровень вредного холестерина в крови. Утром – это отличный способ проснуться, а вечером – снять напряжение. Ведь о том, что велосипед положительно влияет на характер, говорил еще известный мультперсонаж. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добрить начну. Анна Кокорна, Александр Саражин, 12 канал. После короткой рекламы подробный прогноз погоды на завтра. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Металлочерепица. 999-222. Либридерм Серацин для тебя. Для меня. От прыщей номер один для меня. Для тебя. Ходил раньше Павел и Старый за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцени. Что и склад, и магазин. Здесь торт «Прага». 600 граммов. Всего 194 рубля. Вот это цены. Сэкономил Павел и купил всей семье новые велосипеды. Ковка. 509-017. 509-017. В приложении «Двагис» вы найдете подробную информацию о компаниях, расположении входов и навигатор с отмеченными светофорами и камерами. Скачайте «Двагис» бесплатно. Возрастное ограничение 0+. И о погоде завтра, 19 мая. Облачная погода. Без осадков. Ночью температура воздуха опустится до минусовых значений. В районах минус 1-4. Днем 7-12 градусов тепла. В Омске в ночные часы холодно до минус 3. Днем плюс 8-12. Ветер юго-западный. 4 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Новая информация уже в 17 часов. Ну а далее на 12 канале смотрите продолжение сериала «Джамайка». Редактор субтитров А.Семкин